Добрый день! В этом видео мы рассмотрим сразу три головоломки. Это серия J-Long Mini от компании YJ. Здесь 3х3, 4х4 и 5х5. Ну и главная их особенность в том, что они уменьшенного размера. 3х3 размера 50 мм, 4х4 56 и 5х5 58. Коробочки выполнены в одном стиле. Мини 3х3х3, ну и также на остальных. Код товара, если посмотреть, 8403. На четверке 8404. На пятерке 8405, то есть подряд. Открываем и смотрим. 3х3. Помимо кубика, коробочка с аксессуарами и пластиковый поддон. Что сразу бросается в глаза, то что здесь для этой маленькой трешки очень много места. Коробочки можно было сделать и поменьше, но их делать не стали, так как вот эта коробочка, наверное, не поместилась бы. Те же самые милонги делали упаковку компактнее. Посмотрим, что здесь. А тут мы видим детали для подставки. Коротенькая инструкция. На удивление, запасные магниты, что редко бывает в бюджетных головоломках. И отверточка. Здесь нет привычных карточек. Ну и ладно. Магнитики, естественно, не пригодятся, но можно посмотреть, какого они размера. Чисто визуально оценить. Подставку я собирать не буду. Она точно такая же, как была в MGC. Вот такая, YJ. Я до сих пор считаю, что это не очень неудачная идея поставлять ее в трех частях. Можно, как другие производители, просто одеть на саму головоломку, и она займет не так много места. Ну, это так. Детали. Также покажу, как много места в коробках для 4х4 и 5х5. Опять же, можно было сделать все практичнее и экономичнее. Извлекаем кубы. А комплектация здесь точно такая же, судя по всему. Действительно, магнитики. Кстати, давайте сравним магниты. Инструкция. Магниты сейчас применим все. Инструкция здесь побольше, пообширнее. Но все равно это только метод для начинающих, судя по всему. И в 5х5. 5х5 тоже инструкция для начинающих. Магниты из 3х3 и из 4х4 на вид одинаковы. А из 5х5 смотрятся крупнее. Размеров не на заводу, и вряд ли эта информация интересна. В самостоятельном магните вряд ли кто-то будет. Единственное кажется, что для 4х4 здесь магнитиков побольше. В итоге полезного груза мы получаем 3 кубика, куча запчастей от подставок и 3 отвертки. Подставки соберутся как-нибудь потом и не мной. А отверточки отправятся на законное место. Ну и начнем по порядку. 3х3. Размер 50 мм. Отлично вращается. Сразу будем перемешивать. Сразу скажу, что я на нем не делал 1000 сборок и не планирую. Так как такой размер для меня совершенно неудобен. И покупал я конкретно этот куб для своего сына. Он сейчас собирает кубиком 50 мм от Moïo. Назывался он MF3 50 мм. Других кубиков несколько. И ими собирает, естественно, сын. И вот того же размера. 50 мм, но магнитный куб. Понятно, что логотип здесь YJ. И он такой же, как на других кубиках от YJ. Ну, к примеру, Yulong 2M. До сих пор актуальный кубик. И более всего, эта трешка похожа именно на Yulong. Давайте соберем. Кубик быстрый, приятный, не разлетается. И все может, ну что должен уметь кубик. Единственное, для меня маловат. И из-за этого собирать мне на нем некомфортно. Возможно, кто-то решит собирать им одной рукой. Но для сборки одной рукой я также использую полноразмерный кубик. Опять же, для кого этот кубик подойдет? Ну, для самых юных спидкуберов. То есть, моему сыну 7 лет. Начал собирать в 5. И все время собирал таким. Пока у него ладошка маленькая, ему комфортно. То есть, для моей руки он мелковат. И поэтому я для тех, у кого крупные руки, этот кубик не рекомендую. Ну, единственное исключение для сборки одной рукой, кому это удобно. Но, в то же время, это очень комфортный куб. В нем есть все, что нужно для скоростной сборки. Даже режет полноценные углы. Выглядит красиво. Уголки не флипаются. Я на нем сколько-то сборок сделал, но уже несколько недель на нем собирает сын. Он делает это не так часто. Мы тренируемся примерно раз в неделю, иногда чуть чаще. Но, пока нареканий не было. И когда я ему предлагаю старый или новый, он, естественно, уже просит новый кубик. Давайте сравним строение с юлонгом, двоем которой. Мы видим похожие черты. Это юлонг, это жилонг. Черты похожи. Ну, соответственно, здесь есть какие-то кортировки из-за уменьшения размера. Здесь три полосочки канавки, здесь две. Стало поменьше ножка. Кстати, вот эта часть пошире, это поменьше. Ну, что-то дорабатывается. То есть, не просто уменьшили размер. Ну и уголки. У юлонг мы видим ножка из неокрашенного пластика. Здесь все из цветного. А так остальное похоже. Ну и сама ножка поменьше. Я также за кадром сравнивал жилонг с MGC3 и Lite. Вот стершийся логотип, буковка M. До строения совсем не похоже, поэтому к юлонгу оно все-таки ближе. Переходим дальше. 4х4. Мой сын не так давно попросил себе 4х4. Я сначала приготовил ему циклонбойс, который 57 мм. Ну, потом как раз появилась серия жилонгов. Поэтому я не задумываюсь, купил все 3 кубика. Сравним именно с циклонбойсом. Циклонбойс не магнитный, на кубе которым можно собирать, наверное. 56 мм. Это стандартный размер обычного кубика. Вот возьмем гуфонг. Вот они одного размера. Давайте вращать и смотреть, как оно работает. На самом деле, несмотря на то, что размер уменьшенный, как я уже всегда говорил, если размер стремится к размеру трешки, то это должно быть удобно. Мы помним уменьшенные двушки от Гана. 2.49, которые две версии, обе неудачные, как по мне. А 2.51 уже вполне комфортно. Поэтому ближе к размеру трешки и должно быть удобно. Кубик мелковат. Да, конечно, мелковат. Но я на нем сборок 100, наверное, открутил. Из них около 50 на время. И на нем можно собирать примерно за то же время, что и на полноценных больших кубиках топового уровня. То есть я сравнивал с MGC. Вращение, конечно, разное. И опять же, его ближе сравнить, конечно, с USU-2M. Я их разбирать не буду, но подозреваю, что детальки похожи примерно так же, как и на трешках. USU-2M очень хороший бюджетный куб и, возможно, даже лучший. Конкурировать с ним может только Mi Long, у которого есть свои особенности. Он чуть поменьше, поудобнее. Но USU-2M очень комфортный. И теперь еще один конкурент в бюджетном сегменте, именно G-Long. С ним все хорошо. Он удобен даже для моих рук. Не настолько, чтобы я хотел на нем собирать постоянно, но я не испытываю каких-то особых трудностей при сборке. И да, я сразу скажу, что MGC лучше. MGC лучше, чем G-Long. Понятно, уровень разный. Также мою VRM до сих пор остается актуальной четверкой. Про нее помним. Мало что хорошего осталось у серии VRM, но четверка пока еще держится. Собираем. Если я не забыл, как это делается. Давно уже не крутил. Ну, как обычно. Так, три Уса Креста. Собираем зеленый. Собираем. Так, так, так. И так, оранжевый. Синий. Четвертый Ус. Ну, и продолжаем. Так, что у нас тут? Ну, в принципе, я не испытываю никаких затруднений при сборке. Да, сделаю, что это не то. Допустим. Так. Так, три на три. О, паритет. Хорошо, что выпал. Покажу, как вращается на скорости. Уголки вроде бы не флипались. Но иногда из-за размера встречаются некие лакапы. Полипнуть-то можно, но сборки у меня ни разу этого не случалось. Пиловый паритет. Все хорошо и удобно. Этот кубик вполне подойдет для тех, кто ищет первую магнитную четверку и имеет не очень большие руки. Максимально похож на ЮСу-2М, только более комфортный размер. Следует, наверное, ожидать, что Вай Джей выпустит и какой-то промежуточный размер между ЮСу-2М и Желонгом. Какой-нибудь 59 миллиметров было бы, наверное, кстати. Но уже в топовом сегменте. Хотя в топовом сегменте есть МГС. Он как раз получается 60. Так что, наверное, не так скоро. Переходим дальше к пятерке. У меня нет в наличии Ю Чанг-2М, на которого был бы похож этот же Лонг. Ну, я достал МГС 5х5 и сравнивать буду, естественно, с ним. Размер у пятерки 58 миллиметров. Не вращается эта пятерка просто отлично. И, как по мне, вот конкретно для моих рук, эта модель самая удачная из всех трех. Не потому, что она крутится лучше других, а потому, что держать ее комфортнее. Мы привыкли к пятеркам, которые там 62 миллиметра или больше. Ну, обычно 62. А это 58, что не сильно меньше, но меньше. И в руках лежит удобно. Размер близких трешки. И комфортно, и не очень мелко. Если мы вспомним тот же 8х8, который МФ8, там поначалу очень мелкие элементы, и их трудновато контролировать, пока не привыкнешь. Здесь же все на той грани, где это компактно, но еще удобно. Так что эту пятерку я бы порекомендовал, ну, как первую магнитную, наверное, всем. Даже если у вас и не очень маленькие руки, как у меня. Собираем. Что здесь есть? Два центра готовы. Следующие отодвинем. Дальше собираем. Синий. Здесь, видимо, оранжевую полосу. Можно с нее. Так. Вот тут увлекся. Оранжевый, синий. Дальше зеленый. Центр готовы. Не просчитал я никаких ребер. Поэтому по ходу. Бело-красные, белосиние. Так, синий-красные. А вот этот уменьшенный размер, особенно вот на пятерке, мне позволяет делать какие-то вот новые фингертриксы, которые я раньше на пятерке себе не позволял. Это очень даже хорошо. Соберем сначала, наверное, вот этот. И дальше остальное. Сразу всего много. Так, первые восемь ребер готовы. А, еще одно есть. Так, осталось, что у нас два ребра. И без всяких тут сложностей. Собираем этап 3х3. Так. На этапе 3х3 чувствуется, как сказать, нетоповость этого кубика. Такое ощущение, что вот чуть-чуть чего-то не хватает. Но не хватает этого не по сравнению с какими-то другими бюджетными пятерками, а по сравнению с 5х5 MGC. На MGC это как-то все-таки проходит комфортнее. Поэтому для бюджетки это, наверное, очень хороший вариант для всех. 4х4, ну, для большинства тоже подойдет. Ну, а 3х3, где он тут, я бы посоветовал только для тех, кто любит либо совсем маленькие кубики, либо имеет маленькие ладошки. В общем, это отличная серия, и она заполняет нишу небольших кубиков, где раньше не было ничего достойного. Ну, из магнитных, естественно. Самым лучшим считался лично мной кубик от мой 50 мм, там были еще и поменьше. Кто-то использовал Валк 3 мини, который 47 мм, 47,4. Никогда не считал его недостойным ни для чего, но кому-то он нравился. Вот так, теперь есть топовая серия MGC от компании YJ. Есть желонки, ну, здесь пока только 3х3, 4х4 и 5х5. Это занимает бюджетную нишу небольших кубов. Ну, и кубики U-серии, которые обычных размеров бюджетной категории. Все хорошо и все отлично. И понятно, что если сравнивать по размерам, наиболее близким к желонку 4х4 был Циклонбойс. И тут конкуренции, конечно, Циклонбойс оставить не может, так как желонг в разы лучше. Ну, тем более магнитный. В очередной раз хочу похвалить компанию YJ за удачные главоломки. Я думаю, они найдут своих ценителей. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.